Всем привет! Может быть помните, пару лет назад я хотел построить себе дом, но я тогда запутался настолько, что бросил эту затею, так ничего даже не начав строить. Тогда мне было очень сложно разобраться во всех особенностях разных технологий, когда я выложил эскизы, прибежала куча людей, которые начали говорить, как ты можешь строить такой дом, надо делать другой дом, надо делать третий дом, еще что-то. И когда я начал в этом разбираться, я окончательно запутался, и у меня еще начались проблемы с землей, которые я хотел купить, там оказалось мне все чисто с документами, и я так даже выдохнул. Хорошо, с землей проблемы, отложим это в долгий ящик, потому что нужно разобраться. Нужно разобраться в обилий технологий, потому что все это делают каркасные дома, блочные дома, деревянные дома, какие виды крыши, виды фундаментов, еще миллион нюансов там, как делать отопление. Я вообще не представляю, как сегодня у людей хватает сил все это проштудировать, изучить и определиться с выбором, когда речь идет про свой загородный дом. Это какая-то просто пропасть всего, хотя, еще раз, я архитектор, я учил все это в институте, и, казалось бы, я должен как-то это знать. Настолько быстро меняются все технологии, каждый год появляется, да какой каждый год, буквально каждый месяц появляется что-то новое, что мои знания уже устарели. Но мне повезло, я нашел людей, которые согласились мне помочь во всем разобраться. Это организаторы выставки частных домов Open Village, они являются спонсорами этого ролика. Важный момент, да, ребят, это не какая-то рекламная муть, это действительно очень классные ребята и делают проект, который мне действительно очень понравился. Что такое Open Village? Это мероприятие, на котором строители, дизайнеры, производители мебели и другие специалисты, они показывают, как они возводят и обустраивают частные дома. Это не просто какая-то строительная рекламная там выставка, они действительно строят дома, в которых потом люди будут жить. И на этой выставке можно посмотреть, можно оценить разные технологии строительства, можно познакомиться с людьми, кто их строит, можно пощупать все материалы. И еще раз, это не какие-то демостенды, это настоящие дома на настоящей земле в Подмосковье, где потом будут жить люди. То есть это все, все настоящее, и это очень круто. Поэтому, если вы давно мечтаете о собственном загородном доме, где-нибудь в Подмосковье или там, не знаю, в другом регионе, но не знаете, как подступиться к его строительству, то можно начать с посещения Open Village. На большинство вопросов вам там ответят. Проблема только в том, что выставка стартует только 26 июля, а разобраться нам хочется прямо сейчас. Поэтому я начну, а за всеми подробностями вы можете уже сами съездить чуть попозже на Open Village. Я в стройке с 2004 года и часто сталкивался с болью заказчиков, которые планировали себе построить дом и построили не то. Хотели какой-то проект удачный и сделали не такой. И в 2011 году я случайно попал на финскую выставку Asunta Mesut, и я был поражен этой простой и супер идеей. Идея простая. Люди приходят и смотрят все самое новое, что за этот год было придумано в технологиях, в дизайне, в интерьере, в ландшафте и во всем. Я решил во что бы ни стало создать этот проект в России. И с 2013 года я основал проект Open Village. В 2016 году мы провели первую закрытую выставку. И в 2017 году у нас прошла первая выставка. Было 15 домов построено. И я собрал обратную связь от конечного потребителя, от людей, которые приезжали, которые планируют строить дом. И я понял, что выставка зашла, им это нужно. И вот сейчас мы с вами находимся на территории 2019 года. Здесь на этой территории пройдет в 2019 году выставка технологий. То есть вот сейчас люди смогут увидеть разные технологии. Сколько здесь домов будет? Здесь на данный момент 15 домов. Итак, есть три основные технологии. Это блочное строительство, это каркасное и деревянное. Все они внутри тоже делятся на несколько типов. Ну давайте начнем с блочного. Видов блоков существует великое множество. Но самые распространенные из них это керамзитовые блоки, керамические и газоблоки. Второй тип это деревянное строительство. Дома делятся на сделанные, можно делать из массива дерева. Можно сделать из нецельного дерева. Ну и наконец есть каркасная технология. Она тоже делится на два основных типов. Это канадская и немецкая. Канадская это когда на участке собирается скелет дома, а потом он обшивается. Немецкая это когда на производстве собирается уже обшитая и утепленная панель. А на участке дом уже собирается уже из панелей. Также в России сейчас набирает популярность модульная система строительства. Это когда на производстве делают уже готовые модули. Как правило это модули два с половиной на пять метров. Потом их привозят на участок и из четырех модулей собирают готовый дом. Еще конечно же есть фахтверк. Я думаю про него слышали, я до этого тоже про него рассказывал. Есть старый немецкий фахтверк, где деревянные балки закрываются разными утеплителями, а потом обшиваются. А есть еще современный фахтверк, это когда из клееных конструкций делается каркас, а потом он закрывается стеклом. Получается прозрачный дом с огромными пролетами, невероятно красиво, эффектно. Я думаю такие дома вы тоже видели. Дерево, каркас, блоки, фахтверк это все может быть. Тут просто нужно понять, что именно вы хотите от своего дома. Если вам кажется, что дом должен быть крепостью, тогда строите блочный дом или кирпичный дом. Если вы хотите дом экологичный, запах дерева, близость к природе, такой интересный рисунок, тогда конечно дерево. Дерево это действительно есть, в дереве много плюсов. Для меня и для вас это ассоциация с экологией. Потому что дерево это загородный дом. Это живой материал, он может немного рассыхаться, двигаться, но тем не менее в этом есть определенный шарм. Если для вас важнее всего энергоэффективность, то наверное здесь лучше всего будет каркас. Просто нужно оценить свои потребности, что вы хотите. Что для вас важнее, цена, экологичность, комфорт, надежность, долговечность. То есть возможно вы хотите, чтобы ваш дом через 500 лет стоял и вот эта ваша крепость. И все говорили, что в этом доме жил такой-то, такой-то. Тогда надо делать из камня и не выпендриваться. Потому что ничего долговечнее, если вы хотите, чтобы веками дом стоял, камня, к сожалению, сегодня не придумали. Так что нужно понять ваши приоритеты и уже после этого определяться с технологией. Компания Domix заявили на рынке, что участвует в выставке Open Village и готовы построить дом. Привет. Олег. Ты строишь этот дом? Да, моя компания строит этот дом. Нам было важно, нам очень нравится формат выставки Open Village и мы очень хотели принять участие в следующей выставке. Но очень главной задачей было найти человека, для кого мы будем это строить. Потому что наша компания пока за свой счет бы такой дом не потянула. Вместе с чистовым ремонтом стоимость рыночная такого дома 7 миллионов. А нашим заказчикам это обходится в 5 миллионов 200. То есть тут у них экономия более 2 миллионов на всем, в принципе, получилась. Так, ну здорово, мы за них порадовались. А что за технология здесь у нас? Здесь у нас первый этаж из газобетонных блоков. Вот второй этаж это каркасник. Профессиональная строительная компания «Главдач-трест», которая строит по разным технологиям, но на выставке, так как они строят по разным технологиям, они показывают абсолютно уникальную технологию. Это вертикальный клееный брус. В России это всего лишь второй дом, который строится по этой технологии. Вот мы стоим на крыльце нашего дома. То есть крыльцо у нас под навесом. Ни снег, ни дождь сюда не попадут. И мы уже заходим, собственно, уже в сухое место. Гостиная, здесь будут стоять диваны, телевизор. А с этой стороны будет кухня. И вот то, ради чего мы все это делаем. То, о чем я говорю, это вид из окна. То есть вот здесь вот будет большой витраж. И находясь в этом помещении, мы будем просто поглощены вот этим вот лесом. Но не спешите радоваться. На этом муки выбора у вас не закончатся. Даже когда вы определитесь с технологией. Ведь еще есть целая куча сопутствующих вопросов. Например, какой делать фундамент? Его тип будет зависеть от того, какой конкретно дом вы собираетесь строить. Например, если кирпичный дом, то фундамент должен быть ниже уровня промерзания земли. А если же дом каркасный или деревянный, то можно ставить на винтовые сваи. Тут просто нужно рассчитать будущую нагрузку на фундамент и желаемый уровень комфорта. Для дома, в котором вы планируете жить постоянно, нужно выбирать что-то серьезное и надежное. Например, утепленные шведские плиты. А если вы строите дачу, в которой будете просто приезжать на выходные, на праздники, то можно сделать попроще и, например, сделать свайный фундамент. Да, он будет не таким энергоэффективным, он будет попроще. Но зачем вам тратить кучу денег и сил, если вы в доме будете только летом находиться, а зимой вообще там жить не будете, а летом только несколько месяцев. Как я сказал, что на выставке разные компании строят разные дома. Но лично я стараюсь на каждой выставке сам финансировать один дом. Почему я это делаю? Потому что строители, которые не строят для конечного потребителя, а строят на продажу, они, конечно, стараются что-то более-менее такое, что понравится всем построить. А моя задача – рынку показать нестандартное. Здесь я хочу показать чисто вот такой скандинавский… Это ты строишь? Это я строю, да. Чисто скандинавский дом одноэтажный, где основное внимание я обращаю на внутренность этого дома, где есть мокрая зона. Ты можешь увидеть здесь, в принципе, нестандартное для, скажем так, российского домостроения, вот обшивку дома. То есть это нестроганная доска. Вот эти балки обычно делают брус, а здесь двутаврые балки. Они держат гораздо больше нагрузку. Они в полу и в крыше. И вот этот дом, он занимает половину участка. А участок здесь сколько? Вот этот участок, он здесь 9,5 соток. Небольшой, но можно спланировать так, что ты будешь жить в доме и вот на природе, когда у тебя, в принципе, участка почти нет. Вот этот дом, рыночная цена этого дома, чтобы компании заработали, это где-то в районе 13 миллионов рублей. То есть 8 миллионов, это реально себестоимость. А здесь, я тебе скажу, здесь использованы совсем не дешевые материалы. Что делать с кровлей? Тут есть три варианта. Есть пальцевая кровля, она же металлочерепица. Есть мягкая кровля и есть натуральная черепица. Тут тоже нужно учитывать некоторые нюансы. Например, из мягкой кровли нельзя делать кровлю в лесу. Потому что на ней будут застревать листья, иголки, она начать цвести, покроется мхом. В общем, катастрофа, катастрофа. Если у вас дом в лесу, лучше всего делать металлическую кровлю, чтобы дождь спокойно смывал с нее весь мусор, и просто будет меньше проблем с уходом за этой кровлей. Вот это компания Избург. Вообще компания с Питера, она выходит на московский рынок. Наша задача была показать, что такое дом под ключ, именно под ключ его элементы. Здесь дом будет полностью готов к проживанию, включая текстиль, полотенце. В общем-то зашел, занес сумку с вещами и пакет с продуктами. Его кто-то купил уже? Нет еще. Сколько денег? Я полагаю, что это будет 13. Сейчас почти досчитаемся. Нам там за 8 предлагали. Давайте торговаться. Или ерунда за 8? Давайте договариваться, а не торговаться. Там хороший дом для проживания. А это, наверное, лакшери дом для проживания в плане всех коммуникаций, всего-всего, что только можно в доме запихнуть. Здесь будет все. Здесь есть система автополива. Здесь будет полностью ландшафт. Уже часть растений привезли. Включая крупномеры. Здесь полностью оборудован дом. Здесь мебель. Полностью рабочая кухня. Кофеварка с кофейными зернами. Очень много различий. Илья, подожди. Давай в плане технологий. Там какой-то... Там каркас. И тут каркас. И тут каркас. Какой каркас лучше? Каркас одинаковый. Здесь одинаковый каркас. Смотри. Вот сейчас подожди. Очень важный момент. Вот сейчас как раз проявляется ценность именно самой выставки Open Village. Когда там будут стоять профессионалы и здесь профессионалы, они тебе расскажут в чем отличие. В плане технологий одно и то же. Самого дома. Просто покажите мне тот дом. Я его не видел. Хотя я не знаю можно это снимать или нет. Мы его производили. Каркас. Каркас производили. Все остальное делал Влад. Да. Поэтому здесь чем отличается? Фундамент. Сразу же. Фундамент. Здесь УШП включая теплые полы. Все встроено. Здесь все есть. А там? Сваи. Там сваи. Там судя по всему теплый полок не будет. Или будут? Теплые полы будут в доме. Свайный фундамент. Он имеет долговечность 50 лет. А потом дом выкинуть? Потом сваи можно поменять. Это можно сделать технологически. Вопрос. Тебе насколько нужен дом? Надолго. А как же это вот дом-музей Ильи Варламова? Чтобы приходили туристы и приезжали. А это уже другой момент. А дом уже нет. Там все твои сваи пошли наперекосяк. И все будут про меня плохо думать. Что он говорит. Не мог дом нормальный себе построить? Вот если у тебя правильно. Если стоит задача, чтобы был дом-музей Ильи Варламова, то тогда однозначно это вот такой дом. Однозначно. Наклейку сними и сюда переклеим. Не, ну подожди. Пусть останется. Вот казалось бы там лесной участок. И здесь такой же лесной участок. Но только здесь ландшафт обойдется в 2 миллиона рублей. И это реальные цислы. Сколько и соток участок? 9. Зона барбекю. Казалось бы мелочь, но это будет тоже одним из центров земельного участка. Сколько он стоит? Такое стоит 50 тысяч. Потому что тут индивидуальный дизайн идет и в форме шара. Вот это такое дорогое удовольствие, но оно стоит того. Что будет на выставке? Помимо того, что люди могут пройти по всем домам и пообщаться со строителями, здесь будут зоны барбекю, зоны бассейнов и детские зоны. То есть сюда семья может приехать в полном составе. Дети свой кайф получат, родители свой кайф получат. И они могут вот здесь спокойно сидеть и делать себе сосиски, которые с собой привезли. Какой проект дома выбрать? Ну дальше еще нужно дома спроектировать. И здесь тоже возникает куча вопросов. Можно сделать типовой проект, можно найти дизайнера, архитектора и сделать проект индивидуальный. И тут опять же многое зависит от ваших потребностей. Потому что типовой проект, он естественно будет дешевле. Вы уже сразу видите готовые решения. Все эти решения специально рассчитаны, чтобы сэкономить деньги. Там уже все готово, все сделано и вы покупаете себе готовую машину. Но индивидуальный проект, он учтет все ваши пожелания. Может вам нужна большая гардеробная, маленькая прихожая или кухня побольше, поменьше. Но вы сами понимаете все риски, которые в индивидуальном проекте. Я знаю, что некоторые люди десятилетиями, ну не десятилетиями, но годами точно делают себе дома по индивидуальному проекту. Сколько этажей строить? Сколько, сколько строить этажей? Кстати, как показывают опросы, большинство людей, которые больше пяти лет живут в двухэтажных домах, хотели бы себе построить одноэтажный дом. Это намного удобнее, практичнее, особенно если у вас в семье есть пожилые люди. Одноэтажный дом можно спланировать таким образом, чтобы справа были спальни, а слева общественные зоны типа кухни, залы и так далее. И такая конструкция сейчас все больше и больше набирает популярность. Вообще, кстати, история со вторым этажом, мне кажется, это какой-то комплекс. Потому что мы все время живем в квартире. Обычное жилье любого советского человека живет в квартире. И, кстати, большинство русских домов в любой деревне, большинство домов в стандартном он тоже одноэтажный. Поэтому лестница и второй этаж это некий признак роскоши, что что-то там двухэтажная квартира, двухэтажный дом. Поэтому люди делают себе вторые этажи и только через какое-то количество лет они понимают, сколько проблем с этими вторыми этажами. Поэтому, друзья, не спешите делать себе второй этаж. Может быть, действительно лучше сделать грамотную планировку. Одноэтажный дом будет меньше хлопот и будет удобно этим домом пользоваться. Ну и главный вопрос. Главный вопрос, сколько все это будет стоить? Здесь уже все зависит от проекта и от правильного технического задания. Никто вам не скажет точную цену. Потому что она будет зависеть от кучи факторов. От высоты потолков, от фундамента, от площади кровли, от материалов, от количества перегородок и еще куча разных вещей. Поэтому никогда не смотрите на минимальную стоимость строительства, когда вы выбираете себе компанию-подрядчика. Вместо этого лучше сделайте подробное техническое задание и разошлите его в 5-10 разных компаний. Компании вам уже пришлют смету и вы уже тогда поймете примерную стоимость, сколько будет стоить ваш дом. И после этого уже можно будет общаться с понравившимися компаниями, поездить на стройки, посмотреть на их готовые проекты, посмотреть как люди работают. И уже вам будет понятно, кого лучше выбрать, на какой компании остановиться. Ты сказал, что вы уже второй раз это делаете. Да. Здесь все замечательно выглядит, а что с этим происходит через несколько лет, когда у вас выставка заканчивается? Ну, вообще, когда заканчивается выставка, она уже готовится в другом месте, в другом коттеджном поселке. Давай побеспокоим тех, кому вы два года назад делали. Ты хочешь проверить, как они живут? Ну, поехали. Вот мы на территории. Здесь проходил Open Village 2017 год. Почти все дома проданы и здесь уже живут люди. Задумали наши дети перевести родителей поближе к себе. Вот попали в этот поселок, увидели выставку, подошли к этому дому. Внутри не было отделки, но дом уже стоял. И сказали, что этот дом нам подходит. То есть вы купили прямо на выставке? Прямо на выставке. Здесь отопление дома, это тепловой насос воздушный. Прекрасная система. И сколько цифр, не помните, по расходу? По-моему, 15-17 тысяч стоит. Все, вся электроэнергия. Зимой самые такие холодные месяцы. А летом? Полторы-две тысячи. А, то есть летом примерно как в городе получается? Люди пришли, когда здесь было чистое поле. Они узнали, что будет проходить выставка. Они выбрали себе строительную компанию. Я им дал архитектора, я им дал дизайнера. Они выбрали строительную компанию и начали воплощать свою мечту в жизнь. Расскажите, как вы его... Приобрели? Да. Ну, это вот так вот случайно, прям совершенно. То есть до начала этой выставки мы купили этот участок за неделю. И вдруг Владислав Николаевич нам позвонил и предложил такое участие. Мебель эту оставили. Шторы нам подарили. Две гардеробные подарили. Это все партнеры Open Village. Они по 30% нам скидку делали. И вот эти вот вещи нам, так сказать, оставили еще. И дизайнер внутри. Мы сейчас, не-не, мы сами какой-то дизайнер, там это нам дорого. И когда мы поняли, какая роль дизайнера здесь, просто неоценимая. Вот каждый сантиметр, вот каждая выключатель, розетка, все ей нарисовано. И вот это, кстати, на окно вот это подарили. Как оно называется? Мансардная. И там в ванной тоже, тоже подарок. Так что есть плюсы. Массардная. Я сам пока не готов решиться переехать в загородный дом. И больше всего меня смущает исключительно логистическая история. Мне сложно себе представить, что каждый день я буду мотаться, ездить за рулем. Я не люблю ездить за рулем и тратить много времени на дорогу. Но я здесь походил, сейчас я посмотрел дома и в некоторые прямо влюбился. Особенно влюбился в цены, потому что то, что ребята называют, сколько стоят их дома, и как они выглядят, это, конечно, очень круто. Особенно те дома, которые стоят у леса с видом на лес. И я прямо иду такой в сомнении. Очень круто. Очень круто. Я прямо настоятельно рекомендую сюда приехать. Выставка будет проходить с 26 июля по 11 августа. И по промокоду Варламов, вы получите скидку на входной билет. Ссылочка в описании к этому ролику. Проходим, вводим промокод, приезжаем всей семьей. Классно отдыхаем и смотрим, какие бывают хорошие, интересные загородные дома. Я уверен, что в несколько домов вы точно влюбитесь. И, возможно, что это такое, если потом захотите построить.